Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и пришло время поговорить о дополнении к игре Stellaris под названием Megacorp. Я видел уже множество отзывов, но проблема в них в том, что они под дополнением Megacorp понимают патч, который вместе с этим дополнением и вышел. А патч изменил и оригинальную игру. Так что я постараюсь разграничить эти два понятия, ну и вообще пообсуждать то, как различные разработчики, не только Paradox Interactive, пытаются заработать на своих играх и как они этим иногда просто убивают свои творения. И часто буду проводить параллели с Firaxis и их серией Sid Mears Civilization VI. Итак, коротенько, что добавляет Megacorp в игру? Во-первых, появляется форма правления корпорацией и вообще корпоративная культура. Вы можете основывать филиалы своих корпораций на планетах других цивилизаций. Городской мир Экуменополис появится, который, кстати, вы могли видеть в моем стриме. Я делал несколько серий прохождения Stellaris Megacorp. Если вы хотите увидеть именно геймплей, отправляю вас к этим видео. В галактике появляются флоты караванщиков. Это тоже что-то типа кураторов или городов-государств в Циве. Большие мега-сооружения на планетах. Галактический рынок, на котором вы можете продавать, покупать ресурсы и даже рабов. И даже какая-то система казино, что ли, в которую вы можете вливать переизбыток энергии. Ну, в общем, обычное такое парадоксовское дополнение к любой из их игр, которое добавляет сверху какое-то количество механик. Их уже повыходило к Европе Универсалис 4, например, огромное количество. Вот они тем же и со Stellaris'ом занимаются. Больший интерес на самом деле представляет патч 2.2, который вышел вместе с этим дополнением. И который в очередной раз тотально изменил игру. И я считаю в худшую сторону, и вообще у меня вот впечатление от Stellaris'а с каждым патчем ухудшается. Я помню в начале, когда игра вышла, ее обвиняли в том, что это игра в таблице. Я спорил с этими людьми, ну, есть, конечно, определенная логика, тогда была. Но сейчас Stellaris еще больше стал про цифры. И я себя словил на мысль, что вот во время этих стримов я скорее не отыгрывал роль торгашей. Вот этих жаб, которые душат галактику своими торговыми соглашениями. А просто считал, куда что, куда минералы перетекут в какие сплавы или товары народного потребления. В общем, первое главное изменение патча это введение новых сущностей ресурсов. Раньше, по-хорошему, три основных ресурса было. Это энергия, минералы и влияние. Причем влияние можно даже было таким полуресурсом назвать, потому что он тратился там в дипломатии, при найме лидеров. Основные вот были это энергия и минералы. Казалось бы мало, но в принципе в игре этого хватало. Сейчас к этим ресурсам добавили надстройки, сплавы, товары народного потребления, благо, ну это что-то типа счастье. Это как дополнительная цепочка что ли, дополнительная сущность, я еще раз повторюсь. Если раньше для постройки корабля вам надо было добыть минералы и потратить там 150 минералов на постройку эсминца, то теперь все военные постройки, начиная от космических баз и заканчивая крейсерами, требуют сплавов. А для того, чтобы получить сплавы, вы должны построить заводы, на которых минералы переработаются в сплавы. В некотором смысле это стало напоминать ОНО, серию игр ОНО. Но проблема в том, что в ОНО это постепенно вот эти все цепочки наслаиваются, а в Стелларисе оно с самого начала есть и никуда не девается в будущем. И получается, что это не развитие в игре, не усложнение. Вот вы, знаете, там начинаете очень легко, у вас там одна планета, один ресурс, а потом вам надо, чтобы содержать больше жителей, еще больше ресурсов. Ну, собственно, как в ОНО это было. Здесь вам сразу нужно искать эти сплавы. Кстати, их, конечно, можно и просто где-то добывать, но это очень большая редкость. Вам все равно потребуется строить заводы. То же самое касается и товаров народного потребления, которые идут на развлечения ваших жителей. Для их производства тоже нужны заводы. Ну, они производятся и в определенных районах. Но в любом случае это какая-то дополнительная сущность, которая, вот по моему полному убеждению, введена только для того, чтобы игрок как можно больше запутывался в игре и не понимал, что вообще происходит. Они не меняют сущность игры самой по себе. Они не меняют события. Они не меняют действия ваших инопланетных подопечных. Они требуют только от игрока удержания в уме большего количества цифр. Ну, а те, кто все эти цифры реально могут удержать в уме, они просто понимают, что в игре по-хорошему не изменилось ничего. От игрока просто начали требовать большей работы. Понимаете, не развлекухи, что всегда требуются от игры. Вы развлекаетесь, играя. Вы не должны в ней работать. А именно работать. А так как эти сущности все-таки должны постепенно игроком пониматься, то игра замедливается. Я с теплотой вспоминаю тот динамичный Stellaris. Правда, он и тогда довольно был медленный, но для меня, любителя пошаговых стратегий, скорость Stellaris была вполне нормальной. Сейчас же он реально медленный для рилтайм-стратегии, пусть и с активной паузой. Так вот, с этим патчем 2.2 он стал еще медленнее, чем был до этого. Он сначала замедлился после патча 2.0, когда ввели вот эти захват систем с помощью баз, а не культурным влиянием, как было раньше. Теперь еще и вот эти новые сущности минералов. Ну и плюс, конечно, административное давление, административные очки. Теперь ваши империи просто не будут разрастаться так, как раньше. Наверное, разработчики хотели уменьшить микроменеджмент, но он хорошо уменьшался и прошлой механикой с секторами. У вас было там три планеты, ну, некоторых могло быть и больше, могли там открывать технологиями, а все планеты, которые не влезали в этот лимит, вы отправили в сектора, они там автоматом управлялись. Это вполне нормальная рабочая механика была. Нет, там, конечно, были проблемы какие-то, определенные. То, что имеем мы сейчас в Стелларисе, это просто вообще уменьшение, уменьшение всех вот этих галактических империй, что, казалось бы, наверное, должно было ускорить игру, но она почему-то, ну, а почему я уже до этого сказал, реально замедлилась. На это еще и наслаивается проблема с оптимизацией, потому что до сих пор Стелларис использует только одно логическое ядро процессора в перерасчете всего, что в игре происходит. Это, конечно, поразительно. На дворе начала 2019 года у меня в компе 12 логических процессоров, 6 ядер, а Стелларис одно использует. Изменили планетарный менеджмент. Раньше плитки были, возможно, очень-очень схематичны, но зато понятны с первого взгляда, как вы смотрите на планету. То, что происходит сейчас, я опять, кроме как искусственным усложнением механики, назвать не могу. Кучу сущностей опять всунули, кучу работников разных, хотя существенное различие – это только рабочие и специалисты. Это, конечно, интересная механика, что рабочие становятся специалистом, обратно может вернуться только через определенное время. Это интересно, но так как и специалистов, и рабочих разных может быть большое количество, они все на одной странице не умещаются. Не каждый догадывается, что надо навести мышку на маленький значок работников, чтобы посмотреть, сколько у вас кого, и куда вы еще можете кого добавить, а листать всю эту страницу сверху вниз, переправлять плюсом-минусом эти попы просто задалбывает, это реально превращается в игру в Excel. Так как у вас империи теперь небольшие, то и большой флот вы не можете построить и быстро сделать. Блин, это же игра про мегагалактические империи, где большие флоты космических кораблей бороздят просторы галактики, и между собой сталкивают... Ну, конечно, опять же, повторю, их все-таки можно будет сделать, но это сейчас медленнее происходит, чем было раньше. Я хочу быстрее до этого добираться. Вот, например, процитирую одну из рецензий на Megacorp. После выхода этого DLC я залип в Stellaris на три дня. Казалось бы, положительная рецензия, хотя на самом деле она отрицательная. Боже, как же долго теперь все тянется. Именно, несомненно, у оригинального ванильного Stellaris было много проблем. Но это были не те проблемы, которые надо решать полной сменой механики. Тот оригинальный Stellaris и тот, который есть сейчас, это вообще, по-моему, две разные игры абсолютно. Ну, кто-то может мне в комментариях написать, так ты же всегда можешь откатиться. А зачем мне откатываться на какие-то предыдущие версии? Зачем мне заниматься вот этой фигнёй? И тут я вспомню Firaxis, какой у них подход. Они выпускают DLC, тот же там Rise and Fall, готовящийся Gathering Storm, или вспомним дополнение к пятой циве, Gods and Kings и Brave New World, которые не изменяют игру, а добавляют несколько новых механик, которые игру делают глубже, расширяют. Блин, ну представьте, если в циву введут какой-нибудь ресурс материалы, который производится из яблок и производства, например. Накапливается каждый ход, и который надо ещё куда-то тратить. Зачем? Лаконичность, небольшое количество необходимой информации никогда не мешало разработчикам создавать глубокие стратегические игры. Ну, в той же циве. Три по-хорошему ресурса. Еда, производство, золото. Всё. Всё остальное — это уже их производные. Там, наука, культура. И этого оказывается выше крыши для того, чтобы сделать глобальную стратегию. И мне кажется, у Stellaris вот эта энергия и минералы, этого тоже было достаточно. Ещё там уникальные ресурсы, всякие газы, летучие пылинки, что там, кристаллы. Они теперь в уникальных зданиях, ну, или в продвинутых зданиях, ещё и каждый месяц потребляются. В общем, вот эта такая дополнительная, какая-то головная боль, следить за потреблением каждого ресурса, она реально убрала из Stellaris какую-то изюминку, фишку. К тому же внезапно вся информация о ваших ресурсах обновляется только один раз в месяц, в начале месяца. Вы там заключаете какие-то договора, что-то меняете на планете, а выхлоп можете посмотреть только первого числа. Я думаю, что это всё-таки в ближайшем патче явно поправит, потому что это бред полный в стратегической игре не ощущать влияния ваших действий на вашу империю. И ты не понимаешь, у тебя внезапно первого числа там уменьшился какой-то ресурс, критически уменьшился. И ты начинаешь понимать, что ты делал за этот месяц и не понимаешь, как это повлияло. Оно должно быть сразу показано. Жители сами перепрыгивают на должности, которые им хочется. А так как у вас, например, строение построилось, предположим, 10 мая, а обновилась инфа только 1 июня, то вы без понятия, где у вас что построилось и как это повлияло на империю. И даже несмотря на то, что ваша империя теперь маленькая, там у вас 3-4 планеты, за всеми уследить реально получается тяжело. Это начинает напрягать. Объясните мне, зачем Paradox Interactive ломает Stellaris постоянно? Чего они хотят из него сделать? Почему успешная игра, Stellaris когда вышел, он успешный, он хорошо продался, хорошим тиражом. Зачем в нем менять механики постоянно? Что их там кусает за попку? В общем, если меня спросите про дополнение Megacorp, то если вы любитель Stellaris, то конечно дополнение надо покупать. Не в нем проблема. Проблема в этом последнем патче. И вот именно со всеми изменениями я уже в Stellaris играть не рекомендую. Он просто стал какой-то напряженной игрой. Может быть я чего-то не понимаю, кто усмотрел мои стримы, но мне, я делал стрим, и у меня не было вот этого. Буквально до выхода Megacorp, до выхода патча я делал стрим про грибов фашистов. Там тоже были определенные проблемы с расселением, но даже тогда была динамика, ощущалась этот отыгрыш роли империи, ощущалась какая-то жизнь внутри игры. Сейчас к тому же искусственный интеллект вообще не умеет этим новым патчем пользоваться, его не научили играть в новый Stellaris. И даже со всеми будущими патчами, ну мне кажется, новые механики просто что-то поломали в самой игре. В нее не хочется возвращаться и исследовать, не хочется там новый этот контент разбирать. В общем, мне интересно почитать в комментариях тех людей, которые со мной не согласны, которым вот именно новый Stellaris намного больше нравится. А на этом все. Заканчиваю критику. Играйте вам на игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.